Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как преодолеть кризис возраста. Не знаю, про какой именно кризис, спрашивает человек, задавший этот вопрос, потому что кризис возраста, он бывает, например, кризис трех лет. Вот у меня там дети маленькие, они все через этот кризис, кто-то прошел, кто-то проходит, то есть тоже перестройка психики организма, подростковый кризис, потом кризис среднего возраста, так называемый, ну и потом на старости лет тяжело. Тем не менее, то, что мы находимся в этом потоке времени и то, что мы по-разному развиваемся, растем, где-то набираемся сил, где-то слабим, это тоже, в принципе, дар Божий и тоже нам подспорье, а не помеха на пути спасения. Вот я бы предложил открыть Евангелие от Иоанна, 21 главу, заключительную главу, и прочесть с ней 18 стих, который Господь сказал уже, победив смерть, уже когда он воскрес, когда он показал, что жизнь жительствует и ад побежден. И вот в этом свете радости, тем не менее, про наши некоторые кризисные моменты, связанные с нашим возрастанием, а потом и старением, все равно Господь дает указания. В принципе, вот все кризисы, что кризис трех лет, что кризис подростковый, что кризис какого-то уже пожилого возраста, они связаны с тем, что есть у тебя желание свободы и не очень понятно, как реализовывать. В три года младенец понимает, что он не мама, он не папа, и он хочет об этом заявить, он хочет это подчеркнуть. И поэтому тоже могут родители, которые не знают основ детской психологии, либо гневаться, не дай бог, либо просто обижаться, что тоже неправильно, что вот как же ребенок неблагодарно относится. И в подростковом возрасте тоже ребенок чувствует себя взрослым, хотя еще ребенком является и по-детски, вот эту взрослость пытается проявить. И человек в среднем возрасте, когда вот вроде все зависит от тебя, и вроде ты сам все решаешь, а потом какие-то твои привычные дела, и ты думаешь, а что ж я решаю, если я вот каждый день вот в этих пробках стою, или там в метро толкаясь, в этом офисе сижу, вот однотипное все это. Или там на старости лет, что тоже вот и время вроде есть, и там как-то там и даже и близкие есть, и забота есть, а вот все, ноги не двигаются, где же там мои молодые годы. Господь все это говорит, что в принципе не так это страшно, что это ведет по пяти спасения, потому что если мы посмотрим контекст, он уже это говорит апостолу Петру, и в следующем стихе там даже есть уточнение от евангелиста Иоанна Богослова, что он это говорил, на знаменной кое смертью прославит Петр Бог. То есть что его возьмут и распнут, и он насильственной смертью, мучительный, погибнет от рук гонителей церкви. И вот эта смерть, тем не менее, апостола Петра, отрекшегося от Бога, троекратно отрекшегося, вот подтвердившего, который клялся, там божился, говорил, что не-не, не зная, не зная вот этого Иисуса, вот кто это такой, да, что Господь ему дал через этого мученическую смерть возможность искупить свой грех. Точно и так же и нам Господь дает, вот, но на старости лет, через некоторые немощи, их потерпев, да, чуть-чуть остановиться, задуматься о своей душе. Вот, например, говорят, ой, в храмы ходят, там столько бабушек, а молодых нет, это, в принципе, нормально. Плохо, что молодых нет, а вот плохо, что кто-то из бабушек не пришел, потому что это совсем печально. Так что человек даже, когда он чувствует, что на тело ставку ставить поздно, что оно уже дряхлеет и рано или поздно отойдет в мир иной, а человек все равно не задумается о душе, то что же еще может делать Господь, чтобы помочь, чтобы не насильствуя, а чтобы вот с помощью некоторой подсказки дать возможность человеку сосредоточиться не на телесном, а душевном. Точно так же и человек среднего возраста, который чувствует, что как-то вот там жизнь приелась, должен помнить, что да, не погоня за карьерой, не погоня за удобным там транспортом или за ремонтом в квартире, это главное. Вроде у тебя есть какой-то ритм жизни, но сам по себе он тебе счастья не приносит. Точно так же и подростку, и маленькому ребенку это еще предуготовительный некоторый период, когда он понимает, что да, у тебя есть желание что-то делать, но кто-то тебе в этом мешает, твои родители не позволяют. И что это не потому, что родители тебя не любят, а потому что родители о тебе заботятся, тебя чего-то ограждают. И подросток, перейдя через подростковый возраст, становится благодарен своим родителям за то, что они в чем-то его ограничивали. И становясь взрослым человеком, взрослым христианином, он точно так же по любви к родителям начинает любить и Бога. Когда видит, что Господь какие-то ему препятствия в жизни посылает, и он ему доверяет, потому что вспоминает опыт общения с родителями, вспоминает свой подростковый кризис и помнит, это было сделано для его блага. Точно так же, любой кризис, и возраст, и событий, и каких-то внешних обстоятельств, все это нас Богу может привести, и все это должно воспитать нас доверием к Богу. Главное помнить, что Господь воскрес, ждет нас всех в Царстве Небесном. И любой кризис – это лишь ступенька на пути к этому Небесному Царствию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok